Это такое счастье на самом деле, когда ты можешь чуть-чуть отойти от этого официального стиля и пообщаться вот так от души, чтобы было приятно. Спасибо. 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 Это с возможностью, с возможностями, да, я должен об этом правду сказать, с возможностями бюджета. Я бы просил министра сельского хозяйства, чтобы он нам выделил сверх тех лимитов, которые формальным способом, расчетным, то есть определяются на поддержку молодых семей. Это первое. На комплексную, mighty застройку. Переходя, тем волнующих лично их молодые активисты не раз затрагивали и более глобальные вопросы, касающиеся приоритетных направлений деятельности власти. В частности, интересовались последними тенденциями в экономике и внутренней политике администрации, продиктованной ограничениями в виде санкций. Мы сегодня разработали стратегию социально-экономического развития Тамбовской области. Мы ее больше года разрабатывали, кстати. Мы ее на широкое обсуждение выносили. Разные форматы для этого использовали. Хочу похвалиться, хотя бы потому, что с течением времени это уже будет неуместно и неактуально. Потому что теперь многие субъекты берут стратегии свои, перерабатывают в свете задач, поставленных руководством страны, президентом, правительством по цифровизации. А мы сделали это еще до того, как вышли соответствующие нормативные правовые акты федерального уровня указа президента. Мы всю стратегию области разработали через призму цифровых подходов. Это не значит, что там везде должен быть умный дом, умный сад, умный ЖКХ. У нас все теперь умное. Раньше не умное все было, а теперь все умное. Ну хорошо, пусть так и будет. Но я шучу, безусловно. Хорошо, что вы это понимаете. Например, там в медицине, там электронные карты, регистрация и прочее. Я могу, так сказать, в сельском хозяйстве, точное земледелие и другие-другие проекты. То есть мы всю стратегию, в буквальном смысле, транспорировали именно на такие конкретные проекты, в которых везде используются цифровые подходы. Не первый год наша страна подвергается всем возможным санкциям, как со стороны Евросоюза, так и со стороны отдельных государств. Скажите, пожалуйста, как сказываются вот эти самые санкции на экономическом благополучии нашего региона? И если сказываются, то в какой сфере исключительно возраста? Они, конечно, сказываются. Санкции сказываются на стране в целом. Другое дело, что все эти годы, когда мы столкнулись с такой политикой недружественного отношения к стране, к России, к руководству, конечно, это явилось мощным стимулом для технической модернизации отечественного производства в разрезе различных секторов. Касательно Тамбовского областа, в пищевке, в переработке, я считаю, санкции исключительно на пользу пошли. Вы понимаете, да? Я вот люблю готовить, я честно скажу. Вчера я, во сколько ночи, часов, наверное, часа в три, наверное, в четыре лёг, да. Поздно приехал, гости большие были, проводили, встречали. Я решил, у меня баранина была там, у меня мои дети, и она говорит, ну, ты же обещал. Если я обещал, значит, я что-то должен сделать. Ну, я ем, думаю, какая же она вкусная. Ну, наши картофель, наши яблоки, наши молочные продукции, которые есть. Мы ведь действительно не случайно экологически чистый регион 6 лет подряд. И продукция экологически чистая. И вопрос качества безопасности нашей продукции, он ключевой. Понимаете, мы ведь производим огромное количество сельскохозяйственной продукции в масштабах всей страны. Вы знаете, что, например, по итогам первого полугодия Тамбовская область, Тамбовская область второе место заняла по производству продукции жирного областа. По темпам роста вообще, мы первые были в прошлом году по темпам роста. Мы по объему уступаем в Белгородскую область сегодня. Если сохраним все ресурсовые проекты, которые уже непосредственно в стадии реализации находятся, которые будем и в этом, и в следующем году делают, у нас колоссальный прорыв, вот, без привлечения, говорю, появится в промышленном комплексе в ближайшие год-два. Колоссально. Хорошие перспективы, как отметил Александр Никитин, ждут регионы в области спорта. Отвечая на вопрос участницы форума о том, на какие меры поддержки может рассчитывать футбольный клуб Тамбов, губернатор признался, что не ожидал от тамбовских спортсменов тех достижений, которые сегодня лишь приумножаются. Спорт номер один, наверное, который так сплачивает, так объединяет людей, такую энергетику, которую можно получить. И, собственно говоря, вся страна, весь мир убедился, когда Россия, ну, самым лучшим образом провела чемпионат мира к футболу. Навес, удар, футбол! Мы из себя не снимаем руководителя региона и ответственные непосредственно обязанности работать больше с коммерческими источниками содержания клуба, ну и бюджет тоже. Ну, если Зуков все-таки раскошелится, я думаю, как они демонстрируют результативность, я думаю, придется, ну, вот видите, ну, я тебе, Дмитрий Маш, похлопаю сейчас сам. Они играют великолепно, я очень благодарен. Говоря о личных взаимоотношениях со спортом, глава региона признался, что плотный график не позволяет ему заниматься столько, сколько хотелось бы, но несколько раз в неделю он все-таки выделяет время на беговую дорожку. То, что диалог в рамках встречи получился открытым, сказать мало, отвечая на порой очень личные вопросы активистов. Губернатор не стеснялся подробностей. Поймите правильно, что у меня время читать сейчас художественную литературу, я не перевлю душу и говорю, как есть со всеми этого времени. А из того, что я раньше читал и что мне нравилось, во-первых, я, чтобы было понятно, написал сочинение «По войне и миру». Я обожаю произведения, конечно, люблю произведения Булгарова, все любили, «Мастер Маргарита» особенно. И люблю я произведения, я люблю произведения всех, Шолохова, а как я люблю «Боднятая Целина» и «Тихий Дон», особенно «Боднятая Целина». Я просто баллеваю, честно, словно скажу. Я, может, не современен для вас, дорогие друзья, но я, по крайней мере, правду говорю, обожаю фильм с ваты. Сейчас мы им поможем, а когда мы с тобой будем разводиться, они и нам. Ну, да. Это просто, честно говоря, наслаждение истинное получается. Владимир Владимирович Куршин, однажды, сказал шутку. После смерти Махатана Ганди у меня больше не с кем пообщаться. Так вот, с кем вы из нынешних политических родителей, просто известных людей или же из деятелей прошлого, вы хотели бы пообщаться, поговорить с кем. Спасибо. Ну, спасибо, Дана. Неужели вы сомневаетесь, что я вам скажу, назову кого-то другого, кроме Владимира Владимирович Куршинова? Конечно, это большое счастье. И у меня несколько раз в жизни такая возможность была общаться. Единственное, сегодня каждый день молюсь, думаю, дай Бог, чтобы у меня очередное общение было только по хорошему поводу. Пообщаться я хотел вот так, как это было, например, один раз в моей жизни. Я думаю, что, может быть, еще представительские возможности. Я бы хотел пообщаться с нашим святейшим патриархом Кириллом. В Московске мы все удивительно образованы, богаты с точки зрения нравственности, духовности, это само собой разумеется, с точки зрения просто знаний, неописуемого, неизмеряемого, неисчисляемого объема. Человек, мы в этом году, я с нашим, кстати, митрополитом Владыкой Феодосией, имел возможность, имел честь большую, встретиться с нашим патриархом. Мы, кстати, про все говорили. Знаете, о чем я с святейшим патриархом говорю? Про социальные сети. Один в один вопрос мне задали. Нам было запланировано 20 минут. Но я не вру, можно у нашего митрополита спросить. Мы час сорок проговорили в резиденции. Мы про все говорили. И про воспитание молодежи, и про патриотизм, и про волонтерство. Задавая вопросы об интересах и личных качествах главы региона, участники форума не раз признавались, что Александр Никитин для них своего рода кумир. Но сам губернатор скромно отметил, что не считает себя примером для подражания. Я себя не выпячиваю, не хочу. Увидели что-то полезное, услышали, взяли, молодцы, молодцы. Я признательный, я буду рад, что я тогда действительно с вами, может быть, в таких самих непосредственно содержательных мероприятиях и занятиях, проводимых по уровня образовательных сессий, не принимал участия. Но сегодня использовал возможность не просто диалога такого с вами в режиме вопрос-ответ, а возможность что-то вам передать, поделиться. Мне тоже хочется. Я, в конце концов, профессор, у меня 15, у моих есть учеников. Многие из них, значит, кандидаты, даже доктора наук. И, конечно, может быть, для них я, опять-таки, несомненно, примером стал. Ну, а что у меня? Говорят, ну, наверное, вы слышите, что я сегодня говорю. Что-то для себя полезное возьмёте. Вот от этих замечательных людей, которые здесь сидят. Ну, пусть примером мы будем таким вот общим примером, ну, таким собирательным образом, вот всех наставников, которые с вами работали для всех вас, а вы сами там поймёте, что в каком объёме, как растение. Она возьмёт столько, сколько ему нужно всех питательных элементов и веществ. Общение с губернатором продлилось почти три часа. Александр Никитин прокомментировал десятки вопросов. И даже те, кто не успел озвучить волнующую проблему, будут услышаны. Глава региона открыт для диалога в социальных сетях. А встречи в таком формате запланированы и в будущем. Прекрасный форум, понимаете, масса информации, нужно себе всё в голове вложить, уварить и приступать к реализации. Чистое человеческое такое общение с губернатором, что, я думаю, не всегда возможно в повседневной жизни. Губернатор такой же обычный человек, он так же шутит, так же понимает молодёжь и готов к нашим предложениям, и готов помогать молодёжь развиваться. Побольше бы таких встреч, потому что вот этот открытый диалог действительно направляет молодёжь на ту сторону, что политика от нас недалеко.